Международная гуманитарная организация КЕР провела онлайн-исследование о сексуальных домогательствах на работе в восьми странах мира, включая США, Англию, Австралию, Индию и Вьетнам. Его данные неутешительны. Почти каждый четвёртый начальник считает, что вправе ожидать от подчинённых сексуальных услуг. «В Египте эта статистика достигает 62%. В США она, безусловно, ниже. Но мы всё равно видим, что каждый восьмой начальник, участвовавший в опросе, разделяя в той или иной мере подобные убеждения. И это в 2018 году. Так что речь идёт о глобальной проблеме». Движение MeToo, однако, уже меняет корпоративный мир, отмечает консультант Давия Тимин. Пиар-специалист отмечает, что сегодня инвесторы не спешат вкладывать деньги в компании, где инциденты с подобными нарушениями остаются без должного внимания менеджмента. «Сегодня я вижу, как корпоративные советы становятся все более ответственными. Теперь в них привлекаются больше женщин. Теперь они задумываются о репутационном риске. В них участвует всё больше новых людей. Их разнообразие расширяется. И именно эти усилия помогают добиваться того, что сегодня мы чаще, чем раньше, правильно поступаем». С декабря 2015 года Давия Тимин составляет список из влиятельных людей, которые обвиняются в сексуальных домогательствах или насилии. Сегодня в списке 723 человека. МИТУ, по всей видимости, отразится и на политике. В США на промежуточных выборах женщины-кандидаты представлены как никогда ранее широко и на всех уровнях – от Конгресса до местных легислатур. «Движение МИТУ создало и поддерживает общественный климат, в котором мы чаще задаемся вопросами о дисбалансе власти, особенно между мужчинами и женщинами. Если вы приглядитесь, то увидите, что этот дисбаланс присутствует во всех наших институтах. Вы увидите, что женщин нет за каждым из этих столов переговоров, и их меньше на позициях власти имущих, и тех, кто принимает важные решения». Некоторые американцы считают, что МИТУ уже приносит свои плоды. «Движение однозначно повлияло на то, как я воспитываю своих дочерей и готовлю их к определенным ситуациям». «Я стал чаще замечать, насколько сильно дискриминация давлеет над нашим обществом. МИТУ открыла мне глаза, и увиденное шокировало меня». «Я думаю, что МИТУ принесло общество пользу. Оно проливает свет и обращает внимание на то, что раньше было скрыто». МИТУ имеет важное значение для женщин по всему миру, и в частности тех, кто стал жертвой сексуального насилия или домогательств. «Женщины во всем мире сталкиваются с этими проблемами. Насилие, неравноправие, нищета – все эти факторы только усугубляют их». Гуманитарная организация КЕР предпринимает практические шаги по борьбе с притеснением женщин. В Египте, например, сотрудники КЕР учат РИКШ создавать безопасное пространство для своих пассажирок. Но можно ли решить наболевшие проблемы, опираясь только на МИТУ? «Когда-нибудь миру придется привести черту и сказать, что так больше нельзя. Я думаю, мы достигли этой черты». «Я уверена, что у каждой женщины в жизни был момент МИТУ. И мы все себя спрашиваем, а я правильно тогда повела себя. И очень многие из нас признают, что в тот момент побоялись защитить себя. Как бы мы поступили сегодня? Думаю, что я до сих пор боюсь. Страх того, что на меня набросится с критикой за самозащиту еще очень силен». Что означает, что миру еще предстоит долгая дорога на пути к полному и подлинному освобождению женщин. И не только от моментов МИТУ, но и страха открыто выступить против них.